Собирай друзей и бегом в музей. Именно такой девиз звучит от участников проекта «Совместная экскурсия». Уже несколько месяцев любители новых впечатлений самостоятельно набирают группы и отправляются на поиск приключений. Очень много постоянных, те, кто готов ходить постоянно на все. Я уже теперь формирую план на месяц вперед, где-то в середине, например, ноября. Я уже выкладываю план на декабрь, чтобы люди видели и примерно представляли, куда они хотят сходить и куда они могут по времени попасть. Вдохновитель и основатель проекта Анастасия признается, совместные экскурсии появились сначала просто как развлечение. Маме в декрете очень хотелось, что называется, выходить в свет. Теперь таких мам и просто любопытных не счесть. На экскурсии ходят по несколько групп. Например, в мастерской «Глина» собираются уже в третий раз. Ребята все остаются довольны, все нравятся, потому что они узнают всю историю глины, лепят всякими возможными способами и на кругу, и отливкой. В общем, всем нравится, и каждый остается с результатом. У всех остается что-нибудь, какая-нибудь поделка. Поэтому все довольны, приходят еще, чтобы и заглазировать, и слепить еще получше. В общем, очень многим нравится. Определенные дни теперь стали выделять под различные мастер-классы. Интересно здесь и детям, и взрослым. Запись на мероприятия ведут заранее через сеть интернет, в группе ВКонтакте. И совсем недавно на этом решили сыграть мошенники. То есть люди видят, что есть сообщества, которые активно собирают людей, где люди постоянно куда-то записываются на какие-то мероприятия. И они пишут, если вы хотите на это мероприятие, переведите мне предоплату. При этом ко мне человек не имеет никакого отношения. Но, к счастью, с первого же такого случая люди оказались бдительными, написали мне. Деньги на любые экскурсии собирают только на месте. Теперь каждое приглашение на мероприятие в сети сопровождают соответствующими предупреждениями. За несколько месяцев любители экскурсий побывали почти во всех музеях города. Посетили различные выставки, концерты, театральные представления. Но вообще я не ожидал, что у нас в городе много музеев. Я знал, что у нас есть краеведческий музей, но про остальные маленькие музеи я не знал. И в этих музеях было достаточно интересно. Было что-то новое, необычное. Постоянные участники проекта рассказывают, есть экскурсии познавательные и развлекательные. С каждой люди уходят под впечатлением. И самое интересное, что это достаточно все по деньгам приемлемо. То есть это не стоит каких-то колоссальных денег. И очень удобно, что это организовано. То есть ты знаешь, что вот уже можно вот в эту дату, то есть все заранее спланировать, да, уже куда приехать. Вот, это очень здорово, потому что на самом деле расширяет и меня, и ребенка. И у нас появляется тема для общения с ним, какие-то вот обсуждения. Проект в ближайшее время планируют географически расширить. Уже сейчас начинают набирать группу и планировать поездку в Южу, к Василисе Премудрой. На обратном пути подумывают заскочить в Шую, у музей мыло. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.